привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег вот умная мысля приходит опосля это как раз про тот случай который сейчас на данную минуту времени буквально вот я только закончил шить сумочку вот такую вот сумочку для подкормки не пришла мысль в голову о том что собственно говоря вы тоже бы кто у нас из наших зрителей умеет шить мог бы себе тоже такую же сумочку сшить очень удобная эта сумочка не будут надо было фотографировать хотя бы или снимать процесс для того чтобы вы потом могли себе сшить подобную сумочку ну да ладно давайте я и так все это расскажу обобщу и сделаем сегодня мы с вами обзор сумочек для подкормки именно какие сумочки бывают как использовать какие виды амуниции именно уже не для собаки а именно для дрессировщика ну это моя швейная машинка думаю что для некоторых из вас будет новостью то что я еще решить к тому же умею но повторюсь я работал ассистентом дрессировщика медведи в цирке то есть медведей морских и млекопитающих морскими львами мы работали ассистент дрессировщика помимо того что он должен работать животными он должен уметь делать все то есть ремонтировать реквизит решили ошейники намордники клетки ремонтировали в общем так что приходилось еще и шить но причем достаточно качественно у меня получается во всяком случае говорит моя супруга но дело не в этом дело в том что вот я вот лично остановился вот вот на такой сумочке образец этой сумочки как ни странно вообще на самом деле я взял из альпинистского снаряжения то есть напарник вот рома которого вы часто видите в наших роликах он альпинист и использовал у него в качестве подкормки значит как бы сумку в качестве подкормки у него сумочка для магнезии но стоимость этой сумочки достаточно большая то есть сумочка сама по себе дорогая и я не думаю что там она стоит таких денег потому что в основном за бренд люди платят хотя качественно сделано с качественным материалом задумка неплохая именно вот сумок который используется в дрессировке животных я таких не видел в чем отличие ну во-первых смотрите дрессировочные сумки они обычно круглые вот такие вот здесь эта сумка так чтобы видно было разверну смотрите она имеет грани то есть вот она прилегает когда вот я на теле так покажу вот она так прилегает круглая она бы болталась туда-сюда 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 болталась да а здесь именно имеет вот такую вот плоскость видите тут в принципе то всего если по деталям взять то вот одна деталь вот такая вот она рукавичку похоже одна деталь вторая точно такая же деталь вот точно такая же и вот такая вот планочка планочка которая делает эту сумку именно плоской и она прилегает к телу очень удобно то есть сбоку здесь она держит у вас да это очень хорошо причем смотрите внутри то же самое одна такая же планочка сейчас вывернули вторая планочка и именно вот планочка так что вот это вот за штука которая вот находится вот здесь вот вот видите когда вы собакой не занимаетесь а только следуете к месту своего занятия корма обычно высыпается из сумки и поэтому вот здесь находится такая петелька смотрите как она работает вот я затягиваю да видно да то есть и теперь содержимое сумки высыпаться не будет я ослабляю все она открыта вот я затягиваю да все она затянулась и фиксатор у меня вот такой здесь можно ее носить как на плече через плечо вот так вот носить да кому как удобно а можно ее как на поясе вот здесь носить в чем еще преимущество этой сумки заключается в том что она находится ниже пояса то есть ниже пояса вы все равно для того чтобы достать для собаки под кормочку до какую-то вы если она у вас в кармане вот здесь жилете то есть продается специально кинологическое снаряжение и причем стоит достаточно больших денег там порядка 5000 этот же лет там от 3 начинает от кинологические но все равно во первых постоянно грязный марат мараться будет да у вас стирать его достаточно часто тем более вещь объемная такая сумочка вот ее кинул в стиральную машинку постирал и все и карман находится все равно выше то есть вы собаки показываете что вы лезете за подкормкой вот таким вот образом вы собаки показываете что вы лезете за подкормкой а когда находится сзади да ну неудачно камера конечно у меня находится когда находится сзади вы вот прицепили допустим так собака у вас впереди находится здесь или просто вот рукой вот видите я сейчас стою так все и и и не видно раз достал подкормка а сумка сзади находится вот она зале эта сумочка у меня находится вот потом давайте рассмотрим что я вот здесь вот я сшил из гладкой ткани такой плотной гладкой ткани сшил для того чтобы ну как бы меньше маралась она и типа плащов очки такой для того чтобы ну вода стекала не промокала она а внутри я уже сделал вот можно было у меня осталось материал мне когда юлька юля жена моя была беременная дочка александрой я покупал трикотажный материал для того чтобы сшить ей брюки я и шил ей брюки и вот для того чтобы ну животик же у беременных да вот здесь вот и он растет постоянно этот животик и вот для того чтобы животик брюки для беременной предусматривает растение живота и такая резинка широкая то есть нужен был какой-то трикотажный материал который тянется вот у меня остались кусочки я использовал их можно было конечно какую-то подкладочную ткань использовать но вот чем мне не понравилось подкладочная ткань она же скользкая такая да то есть когда вы бежите куда-то подкормка может высыпаться то есть высыпается допустим не успели вы застегнуть да вот на веревочку на эту затянуть и подкормочка у вас высыпается именно трикотаж он не обладает вот такой вот скользкостью и поэтому как бы не высыпается причем достаточно объемная но еще раз хочу повторить что в принципе такую сумку можно купить в магазине где-то где продается альпинистское снаряжение но стоимость там конечно сумочки будет она стоит тем более после вот наших вот этих всех кризисов всевозможных это все долларовые закупки то есть она стоит где-то порядка 600 там и там и две тысячи есть и две с половиной тысячи то есть от 600 рублей ну вот именно ромка напарник у меня покупал ее где-то в магазине там что-то него скидка какая-то за 900 что ли взял рублей ну дороговато конечно и выходится поэтому тут чё собственно говоря вот это вот плащевка сколько ее тут ушло там 20 сантиметров до обрезок ткани которые внутри трикотажная ременная лента обычная ременная лента и и фурнитура которая продается в каждом буквально магазине то есть неси по себестоимости эта сумка но из обрезков она сшитая причем и здесь тоже обрезок и опустил она обошлась ну может рублей в 50 ну это максимально это за счет стоимости наверно фурнитуры это фурнитуру я от старых сумок тоже по обрезал всю и так давайте для того чтобы провести уже такой конкретный обзор да то есть я вам не достоинства кинологического жилета рассказал то что высоко находятся карманы то что из-за того что вы подкормка в карманах эти носите постоянно его постоянно приходится стирать от каждой стирки как бы ну внешний вид уже теряет как бы то есть уже смотрится неопрятно и так далее также на рынке продаются вот такие вот поясные сумочки всевозможные да я использовал такие такие вот вот эта сумка неудобная вот здесь замок находится вот он замок находится хотя конечно хорошо тут можно положить помимо подкормки там зажигалку там например да там что-то там мобильный телефон еще положить можно но всегда в подкормке как бы она имеет свойства жирная в общем промасливаться сумка и всегда это все это неопрятно некрасиво в общем смотрится то есть документы с телефоном уже класть как-то не очень хорошо и доставать опять же она находится выше то есть она вот тут пристегиваете его сумка находится выше то есть руку нужно поднимать то есть уже для собаки уже заметно то есть ну понятно что можно там назад ее спрятать назад но это искать надо будет и так далее вот и здесь что неудобно то есть то что вот вот замок вот это вот штука тем более на китайских вариантах это все постоянно замки ломается и так далее вот вот этот вариант более приемлемая она уже видит такого знаете как бы вот погребы ходят с туисками да вот и и она в виде уже такого объемного туиска вот этот туисок открываете ну допустим вот вы засунули видите тут тут вот вот так вот тут она открыта у меня и уже и рука всегда входит сюда тут не надо целиться для того чтобы достать вот вот такой вариант наиболее то есть она как крышечка закрывается так да тоже вот здесь вот вот и замочки там положить документы какие-то зажигалку положить мобильный телефон можно положить но опять и вот неудобство заключается в том что это вот вот все это выше все это делается выше вы ее уже через плечо не повесите потому что через плечо повесите да это все у вас высыпаться будет это первое для того чтобы ниже ее сделал чтобы ниже по бедрам она постоянно будет у вас спускаться вот то есть вот я пришел к выводу что для меня ну это тоже все индивидуально конечно что для меня наиболее приемлемо это вот такая вот сумочка вот в магазинах продается она в альпинистском снаряжении ну опять же смотрите еще раз хочу сказать что вот наиболее удобно это опробовано уже чтобы она была вот видите тут так плоско то есть вот ближе вот плоско а бывает вот круглые такие виде бочонков они шиты то есть вот здесь вот вот так вот одна планочка да здесь вставочка виде кругляшка такого они неудобны они бьются они крутятся постоянно а это сумка вот она раз так прилегла и лежит и самое главное если вы будете шить сами да вот лента ременная видите она держит форму а форму нужна именно для чего для того чтобы руку вы могли свободно доставать и как бы туда там брать вот такой вот здесь я полукольцо такое пришил чтобы можно было там выгулку подвесить там карабин че какой-нибудь прицепить но продается это все вот такая вот сумка для магнезе но я говорю что вот форма от именно такая посмотрите обратите внимание не форме бочонка а форме скажем так верхонки рукавички такое она сшита и обязательно чтобы было закрывалась а в спортивных магазинах спортивных магазинах она стоит от 600 900 рублей 600 900 рублей ну там выше в зависимости от бренда но наши умельцы особенно девушки потому что у нас очень много девушек смотрит мой канал могут все это сшить самостоятельно я не вижу тут никаких сложностей поэтому выкройку показывает ну вот вы посмотрели здесь ничего сложного нету буквально с внутренней отделкой здесь находится шесть деталей и фурнитура все ничего такого нету сложного и так мы провели с вами обзор амуниции для дрессировки то есть я думаю что теперь вы будете ходить с сумочкой чтобы вам было удобно работать с вашей собачкой чтобы собачка не видела как вы достаете подкормку значит из этой сумочки в руках она у вас чтобы она думала что находится постоянно вот что ваши руки вообще волшебные то нету ничего то раз появляется сразу же да вот так что друзья заслужите доверие заслужить и уважение и вас все получится спасибо с вами был канал я ему хвост я его автор и ведущий олег а а а а а а а Продолжение следует...